Шесть лет тюрьмы для 11 журналистов запросило гособвинение. Следующий процесс назначен на начало октября. Садыр Джапаров высказал несколько интересных мыслей информагентству Кабар. Одна ошибка – это много, но три – портрет Акаева в новом белом доме не повесят. Камчебек-Ташиев открыл новое здание ГКНБ и запретил своим подчиненным разговаривать со своими же родственниками. Ну а Акылбек Джапаров доволен экономикой Кыргызстана. Мы, говорит, совершили прыжок Барса. Ну или Барсика. Всем добрый вечер, товарищи. С вами, как обычно, НЕ Новости и я, тетя Леся. На Лалафо вы найдете все, что нужно. Покупайте мебель легко и удобно, не выходя из дома. Да, началось не с меня с кричалки, потому что это просто 3,14 с детс. Гособвинение требует 6 лет тюрьмы для каждого из 11 журналистов, как бывших, так и действующих сотрудников редакции «Тимиров лайф». Суд перешел к премиям сторон, не выслушав показаний экспертки, которая ранее заявляла, что в действиях журналистов нет признаков вменяемого им преступления. При том, что ранее ее намеревались допросить. А почему ее? А потому что своих экспертов у обвинения не осталось совсем. Напомню, сотрудников СМИ задержали в январе этого года. Девятерых из них обвиняют в призывах к беспорядкам. Статья 278. Массовые беспорядки. Журналисту Актилеку Капарову и главе проекта Махаббат Таджбек Кызы предъявлены обвинения по другой статье. По части 2 статьи 41. Организация преступной деятельности. Послушайте, это же бред. Но ведь бред, бред. Послушайте, что вы несете, что вы такое сочиняете? Я не могу понять, ну бред же, ну бред. Журналистам вынесут приговор 3 октября. Принесторон в Ленинском районном суде закончились, осталось только последнее слово. Во время сегодняшнего заседания журналисты заявили о необоснованности обвинений и отсутствии доказательств. Сказали следующее. Призывов к захвату власти и организации беспорядков не было. Поводом для возбуждения дела стало резонансное расследование редакции Тимиров Лайф о деятельности главы МВД Улана Неизбекова. А гособвинение выдает свободу выражение мнения за попытку захвата власти. Рано или поздно этот беспредел закончится. И те, кто нарушал закон, нарушал права граждан, ввел такие дела, сами окажутся в тюрьме. Для них там найдется место. Властям, как всегда, до лампочки. Зато Садыр Джапаров прокомментировал решение ЖК по Акаеву. Сэляви говорит, что уж тут поделаешь. Далее цитата. Вчера Джогур Кукиниш также отказался предоставить ему статус экс-президента. Поэтому мы все должны извлечь уроки из прошлого и позволить меньшинству подчиняться большинству. Я повторю это еще раз. Если ты сделаешь 99 добрых дел и совершишь одну ошибку, люди тебя не простят. Такова природа человеческой жизни. Добрые дела быстро забываются. Ваши плохие поступки никогда не будут забыты. Не нужно на него обижаться. Давайте постараемся не совершать ошибок. Забавно, что говоря про одну ошибку, у Акаеча нынешний президент нашел целых три. И что же это за ошибки, вы явно хотите узнать, так что не томлю, рассказываю. Первое. Отсутствие контроля приватизации земли, которую из-за этого себе нагло захапали жадные чиновники-коррупционеры. Второе. Разрушение сельского хозяйства. Ведь первый президент не агроном. И это вроде как бы не его беда, но мог бы кадры получше подобрать. Ну и наконец третья ошибка. И самое главное, по мнению Садыра Джапарова, вовремя не ушел. Он должен был уйти после 10 лет правления. Есть такое явление в человеческой природе. Люди устают видеть одно и то же лицо постоянно. Может он и золотой человек, но народ устает от того, что постоянно видит его. Именно поэтому в мире существует практика, что президенты избираются один раз на 7 лет. Или два раза на 4-5 лет. Вот. Понятно, да? А еще Садыр Джапаров отказался вешать портрет Акаева в своей новой резиденции НТМАК Ордо. Он хоть и хороший человек, а вешать не стану. Почему? Ну потому что плохой это тоже было. Ситуация у него другая. Понимаете? А портрет Апаса Джумагулова, который был премьером при Акаеве, повесить можно. Потому что он внес большой вклад в создание нового государства. Ммм. Непонятно. Я ничего не имею против, я просто хочу понять. А по большому счету ничего нового президент в общем-то не рассказал. Основные месседжи такие. До меня все были плохие, а я нет. И команда у меня отличная. Раньше мы жили в стране, где царил хаос и анархия. А с 2020 года у нас новое государство с новой конституцией, новыми законами и сильной властью. И наконец сам Садыр Джапаров вкус этой самой власти до сих пор не почувствовал. Потому что ему некогда. Говорит, если бы он был такой президент, который мог бы себе позволить, сидеть за занавеской и веселиться, то тогда бы, может быть, и почувствовал вкус власти. Но он-то ведь не такой, он ответственный. А не то, что все эти, которые до него были. В нынешней системе, сколько бы не менялись премьеры, ответственность будет на президенте. Он теперь перед народом, а не за кулисами. Кто бы ни пришел после меня, он также будет отвечать перед кыргызстанцами и за хорошее, и за плохое. Конечно, доли ответственности есть и у Кабмина, парламента, органов суда и прокуратуры. А чтобы жилось хорошо, Садыр Джапаров посоветовал всем меньше думать о политике, а больше об экономике. Потому что 30 лет занимались политикой и ничего хорошего не увидели. От соседнего Китая отстали на 100 лет в развитии технологий, и теперь за ближайшие 20-30 лет придется все это наверстывать. Близкая мысль о том, что нужно догонять Китай и другому Джапарову, который премьер. Для этого нужно, говорит, соседями сотрудничать, и мы это уже делаем. Последние три года стали прорывными в кыргызско-китайском сотрудничестве, заявил главный министр страны, на приеме по случаю 75-летия КНР. Объем торговли между двумя странами в 2023 году достиг почти 20 миллиардов долларов. Давайте, говорит Акалбек Усенбекович, и дальше укреплять нашу дружбу. Путь размышления Путь самый горький. Мы прошли сложнейший путь через эпоху, четко разделенную на социализм и капитализм, войдя в рыночную экономику. Теперь мы можем извлечь уроки из опыта модернизации Китая, чтобы осуществить прыжок Барса в экономическом развитии. Да нам хотя бы прыжок Барсика до миски совершить, ну хотя бы систему подсчета у них перенять, а то как на данные посмотришь по товарообороту, диву даешься. У нас с Китаем главное мелочевка, а у Китая с нами миллиарды долларов. Но сегодня мы не об этом. Как новые данные опубликуют, я вам обязательно обо всем расскажу. А пока к другому перехожу. Про одного Джапарова сказали, про другого тоже сказали. Кто же остался? Ну конечно, председатель ГКНБ. Камчебек Ташиев открыл новое здание, на этот раз в Кызылке Е, уже третье в этом месяце. На церемонию открытия прилетел на вертолете, поиграл в пинг-понг и не метафорически посадил ель. Но самое интересное тут вовсе не это, а очередное заявление для будущего сборника цитат. Ташиев призвал не выполнять поручения его детей и родственников и даже пригрозил наказывать тех, кто будет это делать. Все созданные условия предназначены для того, чтобы вы служили с точностью и преданностью, защищая безопасность нашей страны. В ответ на это от вас тоже должны быть результаты. Вы не должны допускать никаких незаконностей и не позволять другим нарушать закон. Не должны связываться по телефону или встречаться с моими близкими, членами семьи и исполнять их указания. Если я узнаю о таком, я немедленно начну служебное расследование и приму меры. Если мои близкие нарушат закон, они также понесут ответственность. И я никого не пожалею. Не применул, чекист, напомните о том, что его баджарик, ну, свояк, которого ранее задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, до сих пор находится в СИЗО уже три месяца. Так что это вам не пустые слова, а факты. Сплошные факты. Наказаны будут все вне зависимости от родства. Он тоже занимал высокую должность, полковник милиции, но занимался мошенничеством. Делал неправильные вещи, прикрываясь мной. Три месяца сидит. Кого обманул, выплатит им деньги, а только потом, отбыв наказание, выйдет. Если кто-то из моих родных будет нарушать наказание, безжалостно привлекайте их к ответственности. Когда выйдете на пенсию, будете отдыхать, а сейчас надо работать. Четко, да? Наставление главы ведомства его служащие понимают буквально. Вот в ближайшее время силовики трудятся аж не в себя. Сообщают о возврате пяти земельных участков в престижном районе Бишкека по улице Абдрахманова. По версии следствия, коррупционная схема по выводу этих участков в частные руки была организована отдельными высокопоставленными чиновниками. Общий размер земли – 350 соток на сумму 300 миллионов сомов. Участки вернули добровольно, так сказали в пресс-центре ГКНБ. Да, а кто ж? Конечно, конечно, конечно. Вернули силовики в госсобственность и автовокзал в Джейльском районе Коробалты, тоже ранее приватизированный частными лицами. 60 соток земли и строение на нем. Оценочная стоимость объекта – около 209 миллионов сомов. И частники передали его государству тоже добровольно. А еще один добровольно отошедший государству объект – детский оздоровительный лагерь Эдельвейс в Сукулукском районе. Площадь 5 гектаров 200 соток, цена более 320,5 миллионов сомов. Ну и таможня тоже работает. Арестовала около 40 килограммов обуви в Кадамджае. Они были без документов. Усы, лапы и хвост. Ну вот мои документы. 110 по робови скрывались в автомобиле Деонексия, которым управлял гражданин Узбекистана. Общая стоимость товара оценивается в 123,5 тысячи сомов. Гражданин, стоять? Что в мешке? Ёлку срубил? Ну что, про деньги? На предстоящие выборы в местные и городские кенеши, которые запланированы на 17 ноября, ЦИК подготовил смету. В общей сложности государство потратит почти 496 миллионов сомов. Это около 6 миллионов долларов. Я думаю, сейчас настал период, когда мы смело говорим «Ахчавар». Бар, конечно, но не у всех. У них вот есть, а чтобы и у нас с вами были, можно в Сардинию сгонять. Ну, в Италию. И там пасти коров. Такую перспективу для нас раздобыла Минтруда. Как сообщил главный специалист Центра по трудоустройству граждан за рубежом, при этом ведомстве Эсенбек-Ргешев, Кыргызстан готов подписать соглашение о трудоустройстве своих мигрантов в Италии. На данный момент ассоциация ведет переговоры со своим МИД о порядке выдачи рабочих виз для кыргызстанцев. Решение все-таки за руководством Италии. Если просьбу ассоциации одобрят, власти Кыргызстана смогут трудоустраивать граждан в этой стране с 2025 года. Речь идет о трудоустройстве в сельском хозяйстве, в особенности в животноводстве. А почему нас зовут в Сардинию? Потому что, оказывается, у них там кризис на рынке труда. А у нас что, не кризис, что ли? Вот давеча администрация президента на кадровый голод жаловалась. Звали всех трудовых мигрантов домой, обратно. А, простите, забыла. У нас тут швейники нужны и строители, а остальные могут в Италию. Смело, как говорится, акджол. Ну и хорошего напоследок. В приложении Тундук появились две новые функции. Теперь можно получить еще пару справок онлайн. О регистрации, то есть прописке ребенка и об имении или не имении права собственности на объекты недвижимого имущества для своих детей. Правда, это не бесплатно. Услуга стоит 170 сомов, но как бы почему бы и нет. Раньше ведь нужно за ними было идти в ЦОН пешком. Цифровизация в деле. Ну а 29 сентября в Бишкеке пройдет велозабег и самокатозаезд под названием «Критическая масса». Цель мероприятия – показать, что Бишкек не только для авто и нужно создавать полноценную инфраструктуру для всех участников дорожного движения. В этом году мы присоединяемся к международному велосипедному движению «Критическая масса», которая собирается в более 300 городах мира каждую последнюю пятницу месяца. «Критическая масса» выступает за развитие альтернативных видов транспорта в условиях растущей загруженности дорог, загрязнения окружающей среды и пробок на дорогах. Проехать собираются от 6 микрорайона до площади Алатуо. В связи с этим в воскресенье будет перекрыта часть дорог в городе. Все перечислять не буду, чтобы вас не запутать, но отрезки. Проспект Овчуй и Монаса, а также часть улиц Иманалиева и Советской – все на карте показано. Так что вот тут смотрите. Перекроют их с 6 утра до окончания забега, примерно до полудня. Ожидается, что в заезде примут участие 4,5 тысячи человек. И, кстати, от нашей редакции тоже будут участники, которые потом поделятся впечатлениями от забега. Вот такой сегодня день и такие не новости. За новостями, как всегда, переходите в наш телеграм-канал Апрель ТВ и социальные сети Facebook и Instagram. Всех обняла. Пока. Вы идете. Все.